Добрый день, я Андрей Метлев и в студии сегодня у меня гость Евгений Степаненко. Женя, ну вот представить нужно тебя так все-таки в мирной жизни. Это режиссер-постановщик, по сути доброволец, режиссер штаба связи Южной группы войск, но человек, который ты в данном случае человек в третьем лице провоевал больше трех месяцев. Вы там все знают, ты учившийся в Санкт-Петербурге, живший в России, но там может быть это подробности такие позже, семья там осталась, я к ним не пускаю сейчас, семья здесь, дети, и ты пошел на войну и прошел весь какой-то этот путь до буквально последних дней, когда уже сейчас ты мне сказал, что опять ты можешь заниматься там может быть даже кино и телевидением. Вот как вообще это все начиналось там с марта? Это вопрос, который задает, как попадают на войну, так же как попадают в нашу с тобой профессию, знаешь, когда только увядься и птички пропасть, есть такая хорошая русская поговорка. На войну я попал очень просто, когда вся эта история началась с аннексии Крыма, я просто пришел к друзьям из войск и спросил, чем нужно помочь. Поскольку моя срочная служба была в достаточно специальных местах в России, есть определенный опыт и многие знакомые, которые служат в войсках. Со старта мы начали заниматься тем, что помогали ребятам в их операциях специального назначения еще во время аннексии Крыма. Потом я достаточно долгое время был в подразделении специального призначения, в котором выполняла разные задачи, начиная от Донецка, Попасная, Маспино, то есть почти по всему сектору, а крайне почти два месяца я был, последняя моя должность это офицер связи штаба обороны Мариуполя, то есть непосредственно как бы занимался организацией обороны Мариуполя, занимался коммуникацией военных с прессой, с волонтерами, с подразделениями между собой. Наверное вот изнутри событий, как раз в этом случае, случае войны, что-то там видят люди, то что отсюда невозможно увидеть нам, и как участник уже по сути всех этих боевых операций внутри АТО, что-то тебе все же как режиссеру, как художнику неизбежно попадалось на глаза. И первое главное для людей, гражданских, не воевавших, вопрос это как могло происходить такое, что из-за там ошибок может быть командования руководства возникли какие-то котлы и люди вот гибли с нашей стороны. Ты, я знаю, что говорил мне там о Славянске и Балавайске. Как оттуда это все вам виделось? Честно говоря, как будто оттуда долгое время никто не мог осознать, что нами так бездарно управляет. Какое-то время, вот со старта, всей нашей войны, как бы все как-то еще воспринималось так чуть-чуть немножко, ну наивно, да, что ли, то есть мы не воспринимали это серьезно, насколько как бы большой провал в управлении войсками, насколько просто была разрушена наша армия. Мы вошли в войну в состоянии не то, что там ноля, да, там минус 25, грубо говоря, да, то есть вот-вот армии просто не то, что не было, ее не было, не было вообще. По сути, единственной боеспособной части это просто были национальная гвардия и внутренние войска, да, значит, которые просто каким-то образом еще нужно было замотивировать после Майдана, и те самые условные добровольческие батальоны, которые начали формироваться, Донбасс, Азов и так далее, да, значит, их там 36 батальонов совокупно существует, которые, в принципе, приняли на себя вот первый самый такой основной удар спецподразделения и добровольческие батальоны. И уже потом как бы регулярная армия начала как бы вот как-то она реанимироваться, что ли, да, значит, то есть люди начали как-то осознавать, что они действительно в войну просто вошли. У нас большая беда с управлением войсками, потому что мы воевали по старой советской доктрине, да, как бы мы никогда не собирались и не готовились к войне на своей территории. У нас всегда просто была концепция войны оборонительной, как бы, да, ну, войны оборонительной на вот как бы на той территории, на наступательной войне. Мы никогда не готовились как бы вот к тому, что просто было. Ты же первый удар, да, то есть имеется в виду, вот мы с тобой тоже были до эфира, что для тебя стало очевидно в какой-то момент, что воюют уже против вас там не ополченцы, 6 мая, когда просто был жесткий... А именно российские какие-то... Нет, первый жесткий просто бой был 6 мая под Славинском, когда мы столкнулись буквально с спецназом ГРУ, как бы с той стороны, откуда мы знаем, потому что на второй день вышли на нас с просьбой забрать их двухсотых, и когда просто мы разговаривали с людьми, стало понятно, что, ну, кто они, откуда, в принципе, это мир как бы спецподразделений, он очень узкий, все, в общем, той или иной степени знают, вот. И потом, ну, перед этим еще, когда был... То есть помнить Геркина и Стрелкова, да? Геркин и Стрелков не имеют никакого отношения к спецназу ГРУ, как бы все остальное. Геркин и Стрелков появился как бы вообще в Славинске, это было уже там где-то после где-то десяток чисел мая. Даже какие-то подразделения тех самых псевдо-ополченцев, которые вот мы называем, если там просто были, то это просто были спецназеры, просто под видом этих ополченцев, то есть ополченцы под видом спецназера, точнее, вот, наоборот, да. И вообще, знаешь, я скажу по поводу, когда я слышу слово ополченец, как бы, да, значит, это наоборот, нас надо называть ополченцами, потому что именно мы же, как бы, есть народное ополчение, которое, как в войне, там, 14-го года защищает свою родину, а никакое ополчение, ничего не защищают, как бы, Россия, что защищает на территории Украины? Наемники, бандиты. Ну, а вот о батальонах, о которых ты говорил, да? Мы тоже говорили с тобой, кто вообще там воевал в первые, может быть, месяцы войны, да? Чуть ли не какие-то страйкболисты, ты говоришь? Да нет, это просто мы в первые месяцы войны и первая оперативная бригада... Добровольцы, первая волна добровольцев. Первая волна добровольцев, это просто, по сути, были сотни самообороны Майдана, которые просто пошли туда, вот, чуть не там, как бы, сразу подразделениями записываться, как бы, да, и в ряды национальной гвардии, как бы, да, и там дальше в ряды вооруженных сил. И, собственно, сформировали, в том числе, первые добровольческие батальоны, как бы, Донбасс, там, АЗО и так далее. То есть это, по сути, люди, которые прошли какое-то слаживание на Майдане, и они просто перешли целыми подразделениями, целыми коллективами, как бы, вот в эти добровольческие части. Именно поэтому на старте просто было достаточно неплохое взаимодействие между ними, потому что они друг друга знали с Майдана, и была основная проблема с коммуникацией с кадровыми войсками, потому что, ну, никто, как бы, не понимал, как это налаживать, да, как бы, ну, просто потребовался какой-то физический период, когда все это произошло, да, налаживание связей, связей, банально, как бы, между, там, частями разными. Хотя до сих пор, конечно, дикие проблемы с этим, дичайшие, я бы сказал, как бы, да, когда просто согласованность действий разных подразделений, там, условно, погранцов, как бы, с, там, национальной гвардией или, там, войсками. Сейчас, как бы, ситуация меняется, но только сейчас она меняется, а уже сейчас, извини меня, там, октябрь месяц, а воюем мы с апреля. Ну, вот, когда говорят об этой войне, всегда вспоминают о том, что, там, Коломойский вооружает людей, там, личные армии на зарплате у Коломойского, вот, об этом, все-таки, в каком-то смысле мифе, вот, можно говорить, серьезно, или здесь надо бы его так редуцировать? Ну, послушай, ну, как бы, какие, какой Коломойский, как бы, может вооружить или, там, снабдить, или зачем это Коломойскому, по большому-то счету? Да, да, нас на старте, как бы, когда все это начиналось, да хоть черт, просто, если он, там, не знаю, помог бы вооружить батальоны, как бы, да, значит, и одеть их, и провести боевое слаживание, вообще эти батальоны создать, да хоть черт, я не знаю, хоть дьявол, хоть то угодно с рогами, как бы, да, значит, это было важно и полезно, вот. Вот, никакой батальон не является личной армией, там, Коломойского, или, там, Тарута, или, там, любого другого ольгарха, это бред, понятное дело, как бы, потому что, ну, во-первых, батальон, он входит в структурные подразделения МВД, или Национальной гвардии, или, там, вооруженных сил Украины, они подчиняются, они военнослужащие, то есть они оформлены, как военнослужащие, мы оформлены, как военнослужащие, мы не являемся бандой, хаотичной, передвигающейся просто по территории АТО, мы подчиняемся и четко работаем согласно приказаниям штаба АТО, или, там, вышестоящего командования, как такового, батальон не существует в виде, там, махновщицы, какой-то странной махновщицы, или просто отдельного, там, какой-то банды, как нам, там, пытаются представить, там, те же самые российские СМИ, раз, два, то, что существует сейчас, достаточно сильная и жесткая военная прокуратура, и военная комендатура, которым, в том числе, подчиняются добровольческие батальоны, как бы, да, и, вот, в том числе, есть, ну, порядок, да, три сами батальоны, они, несмотря на все, как бы, рассказы о них, как бы, значит, типа, там, отжимы, там, или еще какие-то случаи про мародерство, они сами по себе достаточно высокодисциплинированные подразделения, да, там, то же самое, взять АЗОВ какой-нибудь, это просто монолитные единые подразделения, Святая Мария Крачинского, то же самое, да, как бы, были какие-то вопросы к батальонам, типа, Шахтерск, но то же самое, как бы, это все начальный какой-то период войны, того хаоса, в котором мы просто пытались понять, а что вообще, бля, делать, вот, да, как бы, потому что, тупо на старте мы не понимали, как бы, что, ну, что это такое, да, как бы, что происходит, когда вот мы осознали, было осознание, что Россия начала воевать с Украиной, ну, просто вот осознание, да, конкретное, поймите, это, как бы, надо вот мозгами еще, как бы, как-то включиться, что... А вот как это происходило, осознание, то есть появилась какая-то техника на той стороне, которую точно не могли взять в виде трофея, да, или там больше этой техники... Есть три моих любимых, как бы, мифа, который я очень люблю даже не развенчивать, как бы, которые, там, вот, просто, это уже стандартно как бы на них отвечаешь миф первое это американцы нашей стране вот миф второе советники нас но советники надо не важно начида вот и там мы слышали в эфире там появилась там значит осторожно американский рэп работает эта станция электроподавления там был этот ролик смешной очень с ополченцем каким-то парнем шкин с мэндеком которая там дрожащим голосом после боя в донецком аэропорту говорил у них абрамсы у них там и там абрамсы наверно подошли абрамсы это очень простая байка с абрамсин потому что мы используем определенного вида активную защиту танков который производит на же харьковский завод просто об этом никто особо как бы не говорит и особо как бы как то так не рекламируется скажу да во первых это защита достаточно меняется силуэт танка во вторых эти ополченцы псевдоополченцы нихера как бы просто не понимают как танк выглядит такой защите и в 3 и в третьих как бы это защита просто реально реально хорошая да поэтому когда она не пробивается их средствами это на счетом танкового поражения поэтому не думают что какой-то псевдо ну абрамс хотят на это нормальный украинский танк просто как бы так как умеет делать это украина это первое того это как бы по поводу американцев просто со старта это же когда волонтеры одевали армию они одевали в бэушную форму собранную с миру по нитке это просто были бы ушные склады натовские которые выгребались подчистую естественным образом часто люди тупо нет не успевали сшить с пороть себя шеврон там бундесовский это не знаю французские там или там британский потом возникало как бы ощущение что вот вот там типа так и так далее вот и третий момент то что добровольные у тебя что же не украинского производства не ну и все что как бы еще дубное не но вот смотри как бы сейчас армии сейчас форму которой армия переодевается потихоньку она более менее адекватная как бы но ее мало как бы и не всех успевают просто переодеть то что на мне как бы это куплено или подарены волонтерами большому счету да значит но только потому что как бы с нотки я просто в этом давно мне так удобнее как бы то есть какие-то мероприятия куда я дену официальную форму не выданную есть то что на первом этапе не было ну не было нормальной одежды скажем так ну и вот строеболисты там еще добавили в эфире английского языка потому что мы слышали буквально когда подъехал начнется на два подразделения они состояли из людей которые занимались стройболом просто долго у них слаженные просто пятерки за не просто навязали противнику ближний бой и разговариваю при этом в эфире в эфире команда ради обмен просто велся на английском языке так они просто привыкли все эти голу-гоу там релого перезаряжаюсь так и стройболисты просто своих игрушках играются и все вот те восприняли как американский спецназ тем более что по уровню профессионализма ребят вот был очень высокий как бы да и они ну вот вот все решили что американцы я думаю что то есть они действовали эффективно и здесь не какой-то вопрос когда оценки именно во первых мы очень сильно вообще переоцениваем российскую армию и армию вот этих днр лнр как бы да значит ну который на самом деле твои готовности или ну по боеготовности просто по духу послаженности по всему да мы очень сильно просто переоцениваем знаешь у нас такой эффект что как будто сорок первый год мессора боязнь как бы да значит не боязнь фашисты или немцев то же самое мы также просто их подсознательно боимся якобы они сильнее да фигня все это они такие же как мы их их офицеры заканчивали те же самые военные училища у них такие же просто понимание а тактики как бы они также просто воюют каким и абсолютно все то же самое даже еще просто похуже потому что у нас есть мотивации дух у них нет ну за что они просто воюют за псевдо распятого мальчика на бред какой-то это греша российских вот не только инструкторах но и воюющих там добровольцев добровольцы из россии туда как-то подтягиваются я могу сказать что помимоешь вот когда пуло вниз на это не воюют местные совсем или опалので мест местные безусловно воюет но давай возьмем просто объективное значит война идет с апреля цит местные те которые воюет ну как бы уже посты их вверх выбили во вторых народ понял как бы что но что такое частично как бы уже не воюю за что него за что ну как бы не почти что такое что это не просто на блокпостах стоять и мародерства материальная война, и поэтому не воюют, это же известные факты, когда люди просто отказываются там идти, и третий момент, то что местных, что такое местные, это же не шахтеры реально, которые там взяли оружие и пошли воевать, защищать свой родной край, это тот же самый Луганск, это бандиты, или какие-то люди с криминальным прошлым, или с какими-то там неладами в законе, или люди, которые не могли себя найти в жизни по большому счету, такой маргинес определенный, их не так и много, ну может быть там процентов 20, допустим, от того количества людей, которые там воюют. В основном то, что мы сталкивались, безусловно, с людьми, которые назывались ополченцами, которые были уроженцами, там Луганской, допустим, или Донецкой, которые не могли объяснить, за что они воюют, то есть у них есть набор их ответов, за то, что мы запрещаем разговаривать на русском языке, бред, за то, что мы убиваем их женщин, детей, бред, значит, за то, что там мы расстреливаем Донецк, еще больше бред, потому что если бы мы так точно стреляли, как мы якобы попадаем по Донецку, мы бы, наверное, Москву уже взяли с таким качеством, артиллерийской стрельбой просто попадать, не понимаете? Ну вот, то есть, ну, в основном это как бы то, с чем мы сталкиваемся, это Россия, это российские добровольцы, задуренные, как бы, или за деньги воюющие, вот, или вот этой вот задуренной этой просто пропагандой, отчетливой, как бы, даже не воюют с фашистами. Такая новороссийская пропаганда, да? Все-таки она же пропагандируется, как территория Новороссия-Новороссия. Ты знаешь, это как бы, я вообще противник употребления этого термина, потому что это искусственная, ну, история, как бы, да, значит, вот есть, допустим, там, Приднестровье или Абхазия, это, ну, исторические названия, исторические территории, то Новороссия, ну, когда она просто была? Это так называли, там, по-моему, в 19 веке, это протяжение лет 20, как бы, одной из областей, вот, к которому вот эти регионы, о которых говорил Путин, никакого вообще отношения не имеют, да? Ну, то есть, какая там Новороссия? Вы думали, люди, как бы, себе термин, хотят забрать территорию, как бы, находясь на территории другого государства? Естественным образом, обосновывают это какими-то мифическими выдумками про то, что якобы им защищают, там, говорить на их одном языке. Бред. Или русский мир еще. Русский мир, да, ну, такой, да. И вот сейчас, ну, все же говорят, конечно, и пишут о том, что выборы, которые мы, получается, не признаем, там все равно они готовятся и пройдут такие выборы на территории этих самопрозглашенных республик. Вот, на ваш взгляд, что будет после этих выборов, то есть, там, какое развитие, сценарий такой, ну, вот он мирный, военный, скорее? Беда населения, как бы вообще беда людей с этой территории, и вообще наша просто большая беда и Украины, как бы, и вот той территории, которая сейчас оккупирована, в том, что с ними никто не разговаривал, вот, не разговаривает сейчас, вот, и, по-моему, не очень собираются разговаривать в будущем. То есть, никто не собирается объяснять, какая будет будущая Украина, почему, как бы, она будет хорошая, да, И чем она отличается вообще от того проекта, который предлагает им Россия, скажем так, да. Поэтому ничего хорошего я этого выбора лично не жду. То есть Россия потом признает, если они создают свой Верховный Совет. Послушай, никакого примеря нет. Все договоренности, минские, миланские, шмеланские, не знаю какие, они все равно закажутся одним и тем же. С времен Минска погибло более 300 человек, только военных, не считая просто мирных жителей. Никто с той стороны не отвел тяжелую технику. В Мариуполе, где я сейчас служил, обстреливают каждый день. Вчера просто был обстрел, сегодня просто был обстрел. Ну, как бы, да, значит, постоянно идет работа, диверсионный... Обстреливают блокпосты или обстреливают город? Обстреливают блокпосты, обстреливают окраины города. Вот неделю назад обстреляли в Сартане, это преград Мариуполя, чтобы понимали, это как бровары, допустим, чтобы было более понятно. Ну, то есть, вот из Киева есть бровары, да, вот бровары, окраины броваров, вот это Сартана, да, как бы, значит, вот в Мариуполе, обстреляли похоронную процессию из Градов. Шесть человек мирных жителей было убито. Шесть. Понимаете? Похоронную процессию. Ну это как бы что? Параллельно просто был открыт минометный обстрел по мирным жителям. Четыре человека просто было погибших, допустим. Это что снова-таки? Очевидно, происходит по Мариуполю такая же ситуация, как в Донецке. Они обстреливают мирных для того, чтобы мирные начали говорить украинской армии. Уваливайте, потому что где вы? Начинаются сразу обстрелы. Для того, чтобы украинская армия такая лояльная ушла с этой территории или как-то там учитывала интересы местного населения. Ну то есть, поэтому все выборы, ну пройдут выборы, они скажут, что вот мы там ДНР или ЛНР, допустим, вот такое искусственное образование. Потому что ведь... Ну как же на войну это повлияет? Да никак не усилиться. С мыточкой зрения это повлияет только на ее активизацию. Вот и все. То есть мне кажется, что они будут проситься дальше в Россию. Россия признает эти выборы. Соответственно, они просто признают существование вот этих республик. Дальше просто будет вариант с Приднестровьем, Абхазией, там неважно с чем. То есть такой подвешенный, тлеющий постоянный конфликт. Ну вот самое главное, если это касается и тебя лично, и твоих друзей, и даже многих людей, которые... Ну у них остались семьи, опять же друзья, которые погибли там. Вот люди, которые воевали, они возвращаются с войны, по сути, и попадают в эту мирную жизнь, в какую-то столичную жизнь даже. Ну вот ты как кинематографистом, наверное, возвращаешься своим проектом, и продюсерским, и режиссерским. Вот как можно влиять на отношения мирных людей, ну и нас тоже, там медиа, даже таких скромных телевизионных проектов в интернете, как наш, посредством, наверное, вот общения с вами, с этими людьми? Я думаю, что... Что может измениться, как это нужно менять? Вот мне самому непонятно. То есть... Надо понимать, что через АТО, наверное, сейчас прошло более чем 40 тысяч людей уже, да, как бы, вот. Это огромный, это достаточно большой процент для Украины. Эти люди вернутся в свои маленькие города, или в большие города, как Киев, да, значит, вернутся своим профессиям, и они, в общем, увидят, что ничего не происходило, ничего не случилось, как бы, то есть ничего не изменилось, и ничего не меняется. То есть, первый момент, а за что ж вообще вся эта история была, понимаете? Вот, то есть, за что ты, как бы, умирал, за что убирали там твои друзья, вот, за что ты, ты потерял сколько времени, как бы, да, значит, и нервов, и ты изменился как человек, за что, ну, в первую очередь, будет вопрос такой возникать. Я думаю, что и государству, и обществу нужно привыкнуть к простой мысли, что война будет идти долго, и мы, как Израиль сейчас оказываемся, да, это такой фронтер, вот, просто граница, да. Надо просто это осознать, и просто к этому состоянию привыкнуть, не скрываться от него, как бы, да, не закрываться от войны, не говорить, что мы в домике, нас вообще не касается, там, война войной, а у нас там, не знаю, тряпочки платятся, там, еще что-нибудь, клубы ночные, да, значит. А четко понимать, что вся страна в эту историю уже втянута поневоле, хочешь ты этого или не хочешь, и все. То, что касается, как бы, каких-то там пабликов, или там, каких-то там проектов, дело не... Я думаю, что стоит сейчас перейти к моменту осознания, что это вообще было. Оно продолжается, да? Да, продолжается, да, как бы... То есть, как жить в условиях вот этого, как говоришь? То есть, просто осознать, что это было, как бы, да, значит. И первое, а второе, значит, просто попытаться продуцировать новые смыслы, которые объясняют будущее новой вот этой Украины, да, вот. Объясняют отношения Украины с Крымом, отношения Украины, как бы, с этими вот, ну, с территориями непонятными, да, совершенно. То есть, надо формировать какие-то слова уже, формировать какие-то смыслы, которые могли бы людям, как мирным, как бы, да, так и воюющим, так и армии, объяснить, ну, ну, вообще, куда мы идем, что происходит. А вот ты лично сталкивался уже с таким отношением, ну, такого непонимания, нежелания над темой говорить? Ну, я не знаю, я в Фейсбуке писал, как бы, там, несколько раз об этом, и первый там пост в июне еще просто был по поводу того, что вы еще пьете мохито, война уже в центре Киева, когда, значит, у нас там подчиненному кисти рука оторвало 21 год пацану. Вот, и, как бы, это вызвало, там, определенную волну тогда, потом, как бы, ясно, что к любому ты привыкаешь, от любого плохого ты хочешь отгородиться. Большое спасибо волонтерам, которые это все подхватили, все тянут, понятно, но в массе своей люди, конечно, никак не реагируют на войну. То есть, для них это все такое, знаешь, как бы, они предпочли бы, чтобы ее не было, или чтобы, ну, об этом, мне кажется, не очень знать, как бы, да. Вот ты не связываешь, может быть, даже, там, такую, ну, скажем, скромную явку по стране на выборы, это тоже, как реакция массы населения на войну, да, или то, что прошли Верховную Раду, комбаты, это тебя никак не радует лично. Ну, знаешь, мне кажется, что нечего было президенту, как бы, значит, на выборах говорить о том, что я закончил войну за, там, сто дней, вот, первое, а второе, то, что нечего, просто было молчать, надо было вставать и говорить, даже то, что, смотрите, вот, это, как, был день независимости Украины, там, этот парад, как бы, да, значит, пацаны под Иловайском гибли, сейчас, вот, у нас выборы, там, типа, всю Новую Украину строим, а пацаны на 32-м блокпосту подсмело гибли, вот, это что, ну, как бы, неужели нельзя жопу просто оторвать, как бы, сесть в эфир, сказать, ребята, у нас, такая-то ситуация, мы там так-то, да, дышка, это военная тайна, мы можем, ну, как, нет, какая-то тайна, это, как бы, когда просто была война, там, Вторая мировая, Деголь, Рузвельт, Рузвельт, Черчилль выступали, просто говорили, неужели нельзя разговаривать с людьми, неужели просто нельзя не произносить президентские послания, как бы, а просто выходить и разговаривать, раз в неделю, там, не знаю, три раза, два раза в неделю, о войне, да, о войне, просто, у нас такая-то ситуация, у нас вот так вот происходит, мы в этом положении, мы в этом, народ, как бы, ну, вот, это, Это большая проблема, что политики до сих пор не верят людям. Майдан вроде прошел, все ожидают, что все изменилось. Ни фига не это вера. Политики не доверяют людям. Люди вытаскивают на себя войну, а они им не верят. – Ты как человек недавно военный, опять уже мирный. Скажи мне, ты думаешь, будет какое-то новое наступление после выборов на территории республик? – Понимаешь, я не думаю, что будет полномочтабное наступление. Во-первых, зима, наверное, холодно. – Хорошо быть стратегом в виде боя издалека. Надо просто знать, что происходит сейчас в оперативке, какие там планы, какие движения и так далее. Я думаю, что Путин все-таки не остановится. Я думаю, что они все-таки будут пытаться окружить и блокировать Мариуполь через Волноваху. Я думаю, что это для них понятный коридор, и они это будут делать в любом случае. Или, как минимум, постоянно качать ситуацию, чтобы он был таким неукраинским, скажем, городом. Они будут, очевидно, постоянно пытаться взять Краматорск, все-таки в ту сторону двигать. И вообще, мне кажется, что цель всей этой истории – это создать постоянно действующий, дестабилизирующий район на территории Украины. Причем, судьба жителей этого региона вообще в последнюю очередь интересует Путина или этих ДНРовцев. Абсолютно точно. Потому что ведь основной бизнес ДНР сейчас – это просто разрезание заводов на металлом, вывоз их в Россию или воровство машин, допустим. Если бы они хоть чуть-чуть думали о том, как люди переживут зиму, то гуманитарные конвои из России проходили бы реально конвоями гуманитарными, а не с солью в Артемовск, где этой соли черт не знает сколько. Ведь что конвои привозят? Оружие просто привозят. Что они оттуда вывозят? Оборудование завода просто вывозят. Это общеизвестные, просто понятные факты. – Конвои не проверяют? – Ну, кто проверяет? Как бы российские войска, все это, граница открыта. Мы же не контролируем огромный кусок границы. То есть, вся эта история, ведь еще со старта в Юле, когда пошли интенсивные обстрелы с той стороны границы, цель была очевидна – просто держать украинские войска подальше от границы. Выжимать их от границы. По большому счету, если бы 2 августа, в начале августа, не вошли регулярные российские части, то есть в большом количестве именно, то все, уже бы история ДНР закончилась. Потому что уже было очевидно рассечение этих двух группировок на части, и было очевидно, что мы там достаточно быстро их все задавим. То есть, появление русских войск в большом количестве, неважно, как они выглядят, регулярные российские части или регулярные добровольские части с России, не имеет значения. Это все равно российские части, российские наемники, боевики, которые просто пришли на территорию чужого государства убивать за деньги или за идею. Мне сейчас все равно абсолютно. Так вот скажу. Если бы их не было, фиг бы дальше этот проект существовал. ДНР, ЛНР. И надо не забывать о том, что в тех городах, которые освободила украинская армия, что там Лисичанск, как бы Шуславинск тот же самый, там люди проукраинские. Понимаешь? Они более проукраинские, чем во Львове. Так на секундочку. Потому что они очень хорошо понимают, что такое реально ДНР, что такое реально ЛНР. Они понимают, что такое жить просто без закона. И это даже не 90-е годы. Это просто беспредел. Когда тебя просто могут расстрелять, ну вот факт буквально. Человек едет менять плату на вышке сотовой связи МТС. Его устанавливают. Это его служба. Просто обычная работа. Его устанавливают. Куда едешь? Ставить просто плату, которая сгорела на вышке МТС. То есть связи нет в округе. Он говорит, ах, сука, шпион. И тут же расстреливает человека. Понимаешь? Это трудный, конечно, момент в твоей жизни был. И какой-то момент истины. О людях, с которыми ты воевал и которые уже, ну их нет. То есть они погибли. Что это за общение было? Что это было, ну не знаю, фронтовое братство? Как это назвать? Знаешь, ты меня спрашивал, когда было осознание, что мы воюем с Россией. Значит, в Шахтерске погиб мой хороший приятель, Стас. И это, собственно, на фоне его трупов фотографировались эти уроды в форме российских войск, в десанте. Как таковы. Вот это, наверное, просто был самый тяжелый момент. Потому что ты, когда понимаешь ситуацию, ты ничего не можешь изменить. Совершенно точно. С каждым из людей, ушедших связана какая-то… О которых это видео, да. Ты их знал, с чем они пришли. То есть, наверное, какие-то были романтики, если это были добровольцы. Ты знаешь, как бы… Что их-то туда мотивировало? Послушай, ну вот, послушай, романтизм, наверное, это последний мотив, который тебя ведет на войну. На войну людей приводило и приводит чувство долга. Вот. И чувство обязанности перед той родиной, в которой ты живешь. То есть, я пошел, потому что я не хочу, чтобы в моей стране, где я сейчас живу, в Украине, был Беслан, был народовост, как бы, да, значит, и это все было безнаказанно. И была там коширка. Я просто не хочу, чтобы были теракты, да. Я не хочу, чтобы мои дети боялись, как бы, да. Значит, я хочу, чтобы это была нормальная, ну, европейская страна, вот, открытая для всего мира, как бы, да, значит, и интегрированная в остальной мир. Я не хочу жить на задворках, как бы, значит, цивилизации, в первую очередь. И вот за это я думал, что люди как бы их шли. Вот. И первый момент. И второй момент то, что, знаешь, это громко, да, ну, вот есть понятие чести, как бы, да, вот, ну, такая мужской просто чести. Ну, вот ты, мужчина, идешь и делаешь все. Вот. Это был мотив этих людей, которых я знал, в большинстве, по крайней мере. И патриотизм – мотив желания защитить. Вот так вот. Романтика – там очень нет, там нет романтики. Война – это тяжелая, мерзкая, противная и очень сложная работа. Очень скучная иногда и очень страшная иногда, да, как бы, в которой ты живешь, максимально приспосабливаясь к обстоятельствам. Спасибо, Евгений. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова